В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к сбору тюльпанов. Посадка луковиц в грунт осуществляется в октябре, чтобы к концу февраля бутоны цветов начали приобретать окраску. Теперь работникам теплицы предстоит срезать и упаковать тысячи тюльпанов к основному наплыву покупателей, которые в теплицах агропромышленной компании ожидают в начале марта. Как выращивали живые и ароматные подарки, узнала Любовь Пермякова. Сейчас на тепличном комбинате «Солнышко» самая красивая пора. Все сотрудницы предприятия буквально утопают в цветах. И виной тому Международный женский день. Срок высадки луковиц был рассчитан таким образом, что в преддверии праздников вся эта поляна превратилась в цветочный лук. Сейчас цветам, как и женщинам, нужно особое внимание, ведь идёт срезка тюльпанов. Ну не просто срезка, мы достаем из земли тюльпан с луковицей, чтобы сохранить ему питательные свойства, чтобы он не увидал, чтобы он питался ещё эту неделю. Если вот на сегодня, допустим, пошёл на срезку, чтобы он ещё за неделю своё питание получал. Поэтому луковицу мы ему сохраняем. А удаление луковицы идёт непосредственно перед формированием букетов. Формировать букеты в этом году, по словам Галины Чебыкиной, одно удовольствие. Ведь кроме традиционных сортов, в солнышке появились новые иностранные красавицы. Томпус, королла ильдельфранс в этом году на тепличном комбинате «Солнышко» посадили более десяти сортов тюльпанов от белого до вишнёвого цвета. Особой популярностью пользуются жёлтые тюльпаны. Кстати, каждый день на тепличном комбинате остаётся всё меньше таких солнечных цветов. Как оказалось, суеверия окружные мужчины не верят. Пользуются спросом. Да, первые годы, когда у нас появился жёлтый тюльпан, говорили мужчины, ой, подумает тот, кто будет получать этот цвет разлуки. А сейчас все понимают, что это цвет солнца, радости. И мужчины даже просят, мне, пожалуйста, жёлтеньких. Жёлтые, красные, персиковые и розовые. Сколько всего посадили цветов сотрудники комбината, не говорят. Коммерческая тайна. Известно только то, что все тюльпаны имеют голландские корни. А значит, считаются эталоном красоты и высочайшего качества. Несколько столетий назад такие цветы оценивались баснословными суммами. Например, в своё время за одну луковицу была отдана пивоварня, а за три редких луковички – два каменных добротных дома. Прекрасные цветы с голландскими корнями и наринмарскими стебельками, помимо того, что красивы, ещё и очень стойкие. Они могут радовать свою обладательницу до 10 дней. Помимо тюльпанов, в тепличном комбинате есть цветущие комнатные растения – королевские герани, бальзамины и цикламены. Такие цветы будут благоухать круглый год.